Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам, Игнатий Тихонович, вашему хрому. Давай, сейчас мы поговорим с вами. Так, сейчас я здесь столкнул, чтобы отперешло. Вот оно где. Подсоединяй. Так. Включите. Хорошо. С Крещением Господним. Батюшка рядом. Ключи там. Включите, Батюшка. Слушаю. Каким ветром занесло? Ну, прежде всего, я хотел бы передать вам поклон. Буквально несколько минут. Имели продолжительную беседу с братом Михаилом. Передавал вам большой поклон. И причем обсуждали очень интересную, кстати говоря, тему ваших роликов. Вот особенно последний. Ну, один из таких вот свежих ваших роликов, который называется «Откровение от кого?», где вы беседуете с человеком из Америки. И вот насколько интересно разнится ваше общение с одним человеком. Причем так удивительно. Вот. И как разнится отношение, скажем, с человеком по имени Дмитрий, который выходил на вас недавно. Очень интересно. И поэтому вот это стало одной из темы нашего разговора с Михаилом. То есть вот обсуждаем ваши ролики, делимся. Но, собственно говоря, вопрос, который я бы вам хотел адресовать, он тоже не случайный. У нас с вами стала доброй традицией. Такая, можно сказать, кинематографическая тема. Я знаю, что вы этот фильм смотрели. Речь идет о фильме «Валаан», который вышел на прошлой неделе, был показан по Центральному каналу. И я тоже посмотрел этот фильм. Сразу скажу, что фильм мне понравился прежде всего тем, что он очень красиво сделал. То есть понятно, что делали его люди профессиональные. Как он снят, какие краски, какие люди. В конце концов, наш уважаемый президент Владимир Владимирович не в каждом фильме появляется. Тем более, что он очень много говорит в этом фильме. И, собственно говоря, мне бы хотелось узнать ваше мнение. Прежде всего, ведь фильм был снят и показан не случайно. И там можно выделить несколько таких позиций. С одной стороны, позиция гражданская, позиция патриотическая, историко-культурная. И как бы фоном проходит то, что Валаам – это некая духовная цитадель России, подобно ветхозаветному Вифилю, который тоже, кстати, располагается, севернее столицы Иерусалима, так же, как и здесь. И вы, Игнат Тихонович, безусловно, являетесь и гражданином, и патриотом нашей страны. В конце концов, начитанным вами архипелаг ГУЛАГ, Александр Исаевич об этом говорит. Вы хорошо знаете историю нашей страны. Ну а самое главное, вы христианин и православный христианин. Вот я бы хотел услышать от вас, скажем, ваше восприятие этого фильма, вот в свете всего изложено, но прежде всего, как человек, как православный христианин. Вот как вы увидели этот фильм? Этот же вопрос можно было бы отнести к жизни могущественного царя Израиля Соломона. Сколько он из всего пережил, и говорит, суета, сует, и все суета. А далее, говорит, и нашел вот что самое главное-то, и сказал, знать волю Божию. Выше этого ничего нету. А вот об этом здесь ни слова. И те люди, которые были рядом, и как он внезапно, Путин, приехал, ну, внезапно, это и правильно, что на дороге его там ни убийцы, никто не подкарауливали. Это быстро сегодня делается-то. Он явился даже не настоятель, никто не знал, ни один человек, тайно. И вдруг раз, обернулся, а сзади Путин стоит. Ну, теперь проси, чего хочешь. Ну, что нужно бы? Я сказал, не торопись, Владимир Владимирович, постарайся ночевать здесь. Мы с вами под звездным небом походим и поговорим. То, что вы выйдете сегодня на 45-й круг, это ничего не говорит. Вы думаете, поднимает Россию, а ей участь уже заготовлена. Откровение 17-18 глава. Мы сейчас так и говорили, 10 признаков того, что Вавилон – это Москва, Третий Рим. 10 признаков, которые ни к одному городу отнести нельзя, ни под каким видом нельзя. Тем более она сама 500 лет претендует на это. Мы Третий Рим, Третий Рим. А что Вавилон – Рим, это все отцы соглашались, но не знали, что и три будет. Так вот, участь Москвы – пыль и дым до неба. Вот в этом плане давайте поговорим. С чем предстанет народ, веренный вашему руководству? Господь спросит вас, почему «Премудрости Соломона» написано? Я бы ему сказал, вы читали книгу «Премудрость Соломона»? А где она? Ну вот и все. Не читали. А ведь я вам диски высылал, начитанные. Вы же как-то сказали, у меня теперь есть с собой Библия, и когда я бываю в полетах дальних-то, есть время почитать. Но вы не сказали, считаете или нет. Есть время почитать, но не сказали, как в этим временем пользуетесь-то. Я понимаю, это политический такой маневр вы делаете. В глазах людей хорошо, и вроде бы и душе ладно. А душе ничего не дали. Вот вы приехали сюда. Цветоделью какой? Я вам поясню сейчас. Христос не устанавливал монастыри. И никакой цветоделии нет. Господь ко всем сказал, женатым и неженатым, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А сейчас запрещают. Закон Яровой зачем приняли? Он тяжелым бременем, булыжником на вас будет висеть. Свидетели Его запретили. Зачем? Они что-то вас отбирали. Вы никакого отношения государство к ним не имеет, кроме положительного. Это же у нас не теократическое государство, не Греция. Зачем запретили их? Только они вот такое... Так, вы знаете, что главный сектант в России кто? Это Дворкин. Александр Леонидович. Главный сектант. Самый зловредный. И он натравил людей. Сейчас все сектант, сектант, сектант. Никто не знает. А главный сектант-то он. Он отсекся от учения церкви. Он вообще не знает. Он определяет по каким качествам, сколько людей приходит. Это мы без него интернет найдем. Зачем его держите? Зачем платят ему деньги? Зачем народ натравливает на православие? Никакой секты нет такого отрицательного мнения, как православию. Попы пьяные давят прихожан. Ну, вы же знаете, что делается тогда. Народ не учат. А вы им потворствуете. Вот сейчас вы были, понимаете, то, что ваша должность, это никакой роли перед Богом не имеет. Это что? Дьякон там, архидьякон. Господи, помяни первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Я сейчас помню, как это было. Богу нужны эти президентские должности. Вы что, думаете, Бог у вас слышит и будет делать, как вы? Он ответит за пьянство, за развал, за все ответит. Как писали у нас газета, труд называется, голос труда, коммунистическая. Ему говорят, колосиновый надо было забить. Пенчушка. Всю Россию протранжирил. Где его внуки учатся? Кто у него там главный был-то? Перечислить это все. Ну, вы же были рядом. Кто вас поставил-то, вы знаете. Вам это еще тоже надо. Вас народ-то первый раз не избирал. И вы идите к народу и скажите, вот так получилось, конечно, неправильно. Сейчас меня хоть выбирают. И эти-то выборы фальшивые. Но умрете, ничего. Это вам не надо будет. Вы предстанете голым. Вы даже покреститься не можете. Вас как попы научили? Раньше, скажи, вас хвалили даже. Вы вот как крестились. Вот крестное знамение. А сейчас вы смотрите на патриарха и руку суете под мышку. Как Евтушенко писал, Евгений говорит, суете то в нос, то в пах. Все ваше христианство в попыхах. Взобрались на мавзолей, вдыхаете елей. Елей. Вот как. И когда вы умрете, рядом ни одного причиндала, который вам тут хвалят, вас проще никого не будет. Вы ответите тогда за все. А за все есть за что отвечать. Я ваши дела не разбираю. Вы хотите, чтобы у вас был хороший советник? Изберите его среди верующих. Православных. Ну, ни этого же, там, около вас-то сидит, Тихон-то. Шепкунов-то. Святые, не святые. Он собирает все. А вы возьмите книгу. Так, есть такая книга. Тайна святых. Тоже слово святых. Петрова. Возьмите ее и просчитайте. И вы тогда увидите историю своей страны. И нападение. Там все на свете Библии рассмотрено. Кто такой Серафим Саровский, Сергей Радонежский. Вот почему никто не сказал? Не сказали, потому что не знают. Они смотрят только, какие их поставили. Там тифлюшку нарисовали. Тут что-то. Погремушки, как патриарх Кирилл говорил. А у самого эта погремушка в руках. Вы приехали сюда, это хорошо. Ну, вы каким приехали, такой уехали. Давайте сейчас здесь где-то уединимся. Походим, поговорим. Ну, этот Панкратий-то мог ему сказать, епископ-то? Нет. А вот вспоминают, как он был, как сказал, как говорил. И говорят, души не касается. Вы слышали слово Библии, что патриарх произнес на Конгрессе? Ни разу нигде. Эти повторяют мусульмане. Коран там назовут все. Никогда. Слово Библии вообще запретное слово. И вот это ему никто не сказал. И поэтому поездка ваша с опасностью для вас, но насчетная. Вы сегодня-завтра умрете. Сегодня, это означает, что через сто лет вы умрете. Это все сегодня. Дни человека кратки. И весь мир приобретешь. Ты не только одну Сирию, а душе повредишь. Какой ответ дашь-то? Ну, ладно, Крым отхвати или там то другое. Ну, дашь-то все равно отвечать надо. За Донбасс, за все. За всю эту кровь пролитую-то. Я не против. Ну, просто не так делается-то. Потому что сколько тут людей-то погибло. И молиться надо, чтобы Христос в вашей жизни был. А не так, что у нас многоконфессиональная страна. И ты налево-направо пошел открывать мечеть. В еврейской синагоге стоишь, зажигаешь. И там написано, если ты возжигал свечи, в еврейской синагоге... Да будешь отлучен, анафеме предают. Канону никто не отменял, дорогой мой брат. Вот что. Никто ему этого не сказал. И поэтому пустышка получилась опять. Да, так. Все, что вы сказали, все правильно. И патриотизм, это все кончится. Интересно, когда говорят об антихрисе, то Осипов... Осипов... Алексей Ильич говорит, что если антихристу должно прийти, его примут, это первый примут, это православное. Царя, искупители, им надо... Это первый примут. Об этом Владимир Сергеевич Соловьев говорит. И так, что вы даже не вспомянете. Скажите, кто сейчас вспоминает царствование Андропова, Черненко, Хрущева? Да кто уходил, чтобы остался в памяти-то? Да это и понятно. Иначе новым ничего не достанется-то. И вы уйдете, и ни один даже не вспомянет. А перед Богом пишется памятная книга. И что там у вас будет записано? С начальствующих строгое взыскание будет. Премудрец Соломона. С начальствующих строгое взыскание. Не из подчиненных. Подчиненные тоже ответят. Я отвечаю вот за этот круг в этой комнате. Я нигде нету. Батюшка ответит за общины. Вот он сидит рядом. И поэтому Валаам... Я бы спросил, а вы знаете, кто такой Валаам? Почему называется Валаам? Ну, это северный щит. Ну да, свина угорского там можно перевести. Но Валаам-то не здесь появился. А вот посмотрите в книге чисел. Я бы ему показал, что такое. Откуда он взялся? Откуда звезда вот эта рождественская... Слышали? Да, слышал. А ведь он первый увидел. Это Божий пророк был. Но обольстился сребролюбием. А вас говорят, что у вас миллиардов там сколько перечисляют. Я не знаю. Ну, помогите тем, которые могут. Он попутно сказал бы. Купи хороший комбайн, полезьте нашему Игорю Барабашу. Для вас что это стоит-то? По Теряевке-то. Ну, и напомнили бы ему про меня. Сказали, вы маленько ему хоть обратите внимание это. Я же вам посылал и книги, видели книги в библиотеке-то. Даже ответа не дали. Я-то вам бы сказал все. И со мной бы вы прожили хотя бы несколько дней. Ну, на каждой крыше можно снайперов посадить. Караулили, чтобы нас... По Теряевку-то рядом были, не приехали. Я помянул ему. По Теряевку. Такое село строится на таких основах. Вам нужны такие люди? Нужны. Ну, посмотрите сами, как трудно-то в этом. Люди приезжают. Полторы тысячи заявок было. А один остался. Построить-то не на что. Нет у людей ничего. Нету. А что он построится, если ничего нету-то? Сейчас говорят, будто бы по 700 тысяч или 300 тысяч каждому россиянину дадут. Да никогда не дадут. Хотя могли бы. Могли. Постройте жизнь такую, как в Ливии. Не платить за электричество. Суды, которые дает государство, беспроцентные. Сколько взял, столько отдал. По порядку. Газ. Бесплатное образование. Родится ребенок. Ему сразу на лицевой счет перечисляют там 75 тысяч долларов. Сразу. Фулюльки. У нас какие-то материнские капиталы. Что они означают-то там? Ну, смешно даже. Вот этого почему-то никто не сказал ему там. А он был в хорошем месте. На этом красивом месте. Там у них павлин хвост распустил. Ну, сейчас каждый из нас павлин. Показываем свои лучшие качества. А умрем-то что? Умер богач и похоронили его. Ну, все правильно. Похоронили. А мало того еще. Охота, чтобы у Кремля. Ну, тогда сожгут. Интересно. Представили разные приборы, когда толкают в крематорскую печь-то. А там температура 750 градусов. А представь, вода кипит. 750. И оттуда, там, говорит, бывает, и собак сжигается с костями. Пепел перемешанный. Отдельно твой чистый не дадут нигде. Там его и нету. Ну, что-то почерпнут, дадут. И в стену положили. Ну, что от этого-то? В стене просчитают. Там его нету. Ни Жукова, никого нет. Это прах. Почему гитлеровских, когда судили, там, которые начальствующие были-то, всех сжечь. Сжечь. Считается, это плохо. А потом прах развеет. Бог соберет все. Что с вами будет? Что с нами будет? Давайте один день проживем по-евангельски. Поговорили маленько. Каждую деталь, вот, которую вы видите, вот здесь то-то было. Я объясню вам. Вот на Соловках вы не были. Теперь это Секирная, сколько там, это называется Слон, Соловецкие там лагеря. Вот. И тоже вам надо будет посетить, посмотреть. Здесь к вам, вам говорят, что собрали коллег войны. Ни рук, ни ног. Это называется самовары сталинские. Собрали туда. 900 человек. Да 900 человек. Их даже не вмещается там. Но они виноваты, что родственники погибли. Или отказались от них. Это герои страны, защитившие страну. И так с ними обошлись. В Париже, там в центре Парижа стоит особый дом приюта для раненых на войне. Там такой обиход. Каждый приходит. А здесь замок в море, океане. Чтоб ни один не туда шел. И ключи заброшены, никого не допускали. Ладно ли это? А это дети видят жестокость. Ну, как в притче-то говорится, они отца там за пищурки кормят в корыце-то. А сынишка-то копает, долбит такой же. А что делаешь? Да вас кормить буду, когда состаритесь. Нам же это самое вернется. И люди-то страдали, мучились. Один художник там был, и он нарисовал хотя бы некоторые. Из 900 могил там, может быть, 10-20 только имена известны. Там все зарыли. А разве они виноваты? Разве они виноваты? И это ничего не было сказано. Библию-то, если бы имел в руках. Теперь давай научимся креститься, смотри, на лоб, шрево, где пуп, право и лево. Вот. Перекрестись. Теперь поклонись так, чтобы рука могла пол достать. А ты как-то вот так вот, как патриарх. Патриарх тебя совратил-то. Не бояться сказать. А то патриарх всегда вот так крестит. А он никогда не наносит. Показывает там священники даже. И тоже вот так вот куда-то. Ну вот плечо-то где. Вот она, прямая линия. Как руки раскинул-то. Ну что, я что-то говорю другое-то. И дальше будем просить у Бога, чтобы Бог дал вам слезы покаяния. И за Грузию, и за все там, где эти Абхазии. Нам ли не хватало чего? Такая огромная Россия. Я был среди... У грузины говорил. Разве можешь так делать-то? Православный, стоишь, молишься. И дальше я бы ему сказал. Люди-то вас считают лицемером. Зачем вы молитесь-то? Когда вас отущать надо по всем статьям. Ну не делайте этого никогда. Вынесите эпитемию. А Шевкунова-то уберите от себя, Егорьевский епископ. Епископ Горя. Вот он бы тогда послушал, как это выглядит. Хороший Валаам. Но Валаам погиб. Валаам погиб вместе с врагами, когда захватывали. Бог не пощадил его сребролюбца. К нам это относится или нет? Вот ему бы растолковал и Валаам, и все. Никто ничего не говорит. Все они патриоты. Я понял обман. Время потраченное зря. Зря. Главное душа. Весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь? Какие миллиарды помогут? Они там не нужны. Мы сегодня специально фильм посмотрели. Еще гиперболоид инженера Гарина, Алексея Толстого. Все есть. И вдруг крушение. Дальше большой гиперболоид сожгли. И он там, тиной окутана его Зоя, чужая жена. Вот и все. А Зоя это Ева, жизнь. Вот и все. Вот она там лежит, опутанной тиной, ничего больше нет. Нету. А я царь. В каждом континенте тебе статуя будет стоять. Она журнальщики листает там, которые приготовила. А ничего нет. Это наша жизнь. Нет ничего сокрытого от Бога. Это столько упущено. Где бы он ни был, с кем разговаривает. Говорит ни слова о назначении человека на земле. Ни слова. И сказать, вот эти Валааму увели людей от благовестия. И поэтому то-то и то-то случилось. Вот то и то, и то пришло. Поэтому семинаристы стали главными головорезами. Микоян кончил семинарию. Сталин Джугашвили учился. Ну и тайны-то никакой теперь нет. Мы можем сказать это. Ну и вы вот что еще узнаете. 18 глава Откровения. Говорится, пыль и дым до неба будет. Это Москва. В один день будет сожжена. На ее сегодня одновременно не тысячу, а 17 тысяч ракет может подняться. Плату их границам. Москва в пепел будет превращена. И вы в ней вместе. Сгорите и никакого покаяния не будет. Вас застанут, может, когда вы парад принимаете где-то. Никакие убежища вам уже не помогут. Я всегда думаю, там был бы я там. Вот у нас мэра здесь несчастье посигло. Он разбился. Ну и молятся. Я говорю, вот если бы он сейчас, вот туда бы я пришел, где он находится-то, я не знаю где. И сказал бы, вот Владимир Николаевич, вот человек к вам пришел. Вот вы ему сейчас как скажете, да или нет, что вы мэром уже не будете. Там избрали Колганова, тоже Владимир Николаевич. Ну вот он говорит, что вымолил вас на один год. Но при одненном условии. Какое условие? А вот он что скажет, то будет делать. Будете? Не надо говорить, я тебя не перезагружу. Но ты будешь дома. К родным не будешь подходить, издалека можешь посмотреть. Будешь ходить по земле. Я бы сказал, надевай кирзовые сапоги и идем на благовестие. Я все оставляю и ухожу с тобой вместе. Он мне дорог. Благодаря ему имею в эту усадьбу и дома. Скажите, он пошел бы или нет? Все до одного отвечают, пошел. Ну, поэтому ему убирать-то нечего. Огонь или ад. А тут-то он на земле ходит. И никому не подходить. Только благовествовать будем. Тебя Бог освободил от всего. И дал тебе заново вернуться. На Пасху-то было, воскрес, и, говорит, явились в святой град Иерусалим. Мы считаем, Евангелие-то так написано. Вот так ему бы сказать. Вот вы умрете. И, понимаете, все по-другому будет. Никому эта Сирия не нужна. Тут столько будет взрывов. Особенно в метро много будет. Это протоколы говорят. Вот. И все будут мстить за вас. Я вас не сужу. Правильно, неправильно делали. Но мне не разрешили туда ехать-то. Я бы поехал, собрался уже. Но вот я бы ему напомнил, что выход один только. Научитесь молиться. Начинайте день с молитвы. С молитвы. Нигде никого не обманывайте. Это у Лескова написано. Когда приходили, там, я не знаю, министр какой-то был. Каких дел? Надо посмотреть, зарядить-то. А у него там секретарь. Секретарь посмотрел. Он, говорит, читает Акафис Богородицы сейчас. А там министры пришли. Там кто там? Губернаторы приехали. А он правая рука царя. Опять посмотрел. Говорит, он сегодня, говорит, канон. А вчера не досчитал. Досчитывает сейчас канон ангелу-хранителю. Представь себе. И сидят, все ждут. И когда он закончил молиться, некоторые встали и поехали. Положило на сердце, что все уже решено. Не надо его даже с ним время не тратить-то. А мало того, еще к себе зазовет одного других и скажет, откройте дверь, пускай все присутствуют. И все молятся. И во время молитвы Бог открыл. Сделайте так в Кремле. Вы же не скрывайте, что свечки зажигаете. А свечки-то они вам ничего не дадут. Они вонючие, они нечистые. Они не восковые. Хочешь восковые, поезжай в Псково-Печерскую обитель. Ну, это уже так бы. Но все равно можно было его там как-то заговорить-то. Вот я на этом фильме-то когда смотрел, и тут уже поупражнялся. А ну, как он надумает, да приедет. Приглашение-то в силе. И куда бы мы его поместили. У нас сестра была, Валя Коня, Валентина Павловна старенькая. А что, картошку-то убрали. Я говорю, а кого ждать-то? Еще Брежнем, что ли, приедет-то? Еще приезжал? Приезжал. Она не поймет интонацию голоса. А где ночевал? Да что он маленький, что ли, где-то? Куча картошки, ботвы наложили. Да прямо на ботве так и ночевал. И она не глупая, она и серьезно. Вот так. Вы побыли бы у нас, посмотрели, как люди живут. И мы бы говорили о Боге, о вечности. Эта жизнь краткая дана всем до одного. Ну, где Сталин? Где Гитлер? Где Чингисхан? Где Наполеон? Никого нигде нету. Раскопая златоуз, говорит. Где князь лежал? Где простолюдин? Нет. Все сотлело. И кости сотлели. Ничего нету. И вас никто не вспомнит добром. Никто. Просто нечего вспоминать-то. Такая нищенская зарплата. Ну, вот у меня сейчас добавили даже 8 тысяч. Ну, что это, когда цены-то так выросли? Что это? У меня ни рубля больше нету дохода. Это ладно, еще тут собирает на церковь. И уголь там. Сказать, уголь у нас заканчивается, батюшка. Только привезешь. Вот и все. На нашу-то зарплату будешь жить? Как вчера я посчитал, тут один президент был. Какие-то там, как Коста-Рика. Называется фотография его. Ему положено, допустим, 50 тысяч долларов. Он оставил себе президентских только 450 на месяц прожить. Все остальное сразу сказал целенаправленно, только на детские сады. Все. На огороде сам работает. Решает все вопросы и ходит один. Ни одного охранника не оставил. Так, портреты где-то ставят, чтобы ни одного портрета моего нигде в стране не было. Не надо. Они меня и так знают. Я приду, им расскажу. Самый бедный. Все по-христиански делал. И несмотря на это убили его. Убили. Вот зарядите. Самый бедный президент. И вы сразу его увидите. Он как какой-то там метис или креол. Вот ему бы я и рассказал. А так-то что ты проживешь? Ну кто такой Путин? Сказал, да путал все тут. Вот и все ответ. Не Путину вспомнит. Потому что рыбу-то везде прекращают ловить. Везде воровство идет. Коррупция ужасная. Дом оформят где-то. Купить там землю. Нужно 4 человека. Продавец, покупатель и 2 свидетеля. Пророк Иеремия показывает. Все. Сегодня в Москве, чтобы перевезти там землю, нужно пройти 264 кабинета. 264 подписи. Ну вы понимаете, что где Сара, там 10 аврамов еще поселится. Вы все, куда ставите столы-то? Ставить-то некуда уже. В три раза больше, чем при коммунистах бюджетный этот аппарат раздутый. Ну ладно ли это? Да разгони ты, как прокол, епископ, этот, секретарь Златоуста, говорит. Владыка, жезлом прогони их отсюда, этих ленивых-то. Как они злились на него. Он потом патриархом стал. Да возьми в руки этот жезл какой-то, прогони. Да найди строгого такого советника религиозного. Чтобы он знал, что Писание тебе подсказывало и прочее. А все, в глазах людей охота выиграть. Хорошим поведением, то другое. И гляжу, около него, который там этот режиссер, там, ну все это, трубадуры-то. И все расстегнутые, как он, они знают, по-другому нельзя. Это масонский вызов всему обществу. Или галстук, или расстегнись. Чтобы просто застегнуть, и ни одного нету. Ни одного. У нас потеряевки есть такие. И они даже не понимают. А это с такими людьми очень легко поворачивать. Это твой знак. Это знак. Я раньше никогда не знал это. А потом, когда в устав, попал устав масонский. И у них, оказывается, у тебя 10 пуговок. Нижняя должна быть расстегнута у костюма. Обязательно. И ни одного вы не увидите, чтобы у нее пуговка была застегнута. Я раньше не обращал внимания. А когда посмотрел, там все знаки, знаки, установленные дьяволом. По чем они узнают друг друга? Вилка, нож. Как они перекрещивают? Что она означает? Он-то это знает. Они не боятся Бога. И он там был. И так можно было много сказать. Такая тишина. Вокруг выставить охрану. Сели под деревьями. Погуляли бы. Ну, вот не вызвали меня. Бодливой-то корове Бог-рок не дает, говорит. Вот по фильму, что я посмотрел. И, конечно, опечатался. Думаю, такой момент был. Так сказать. А Михалков. Ну, знаете, кто такой Михалков? Никита Сергеевич. И вот я голосовал за Путина и буду голосовать всегда. Ну, сколько ему голосовать? А на остальных насрать мне. Это в интернете все стоит. Вот и все. Это руководители наши. Да ты не знаешь, на кого ты собирался-то. Да тот у тебя начальник там-то и будет. И потом припомнит. А вы за кого? Не за кого. Я молюсь. Я их не знаю, что все они обманщики. Все до одного. Там Порошенко. У нас Павучинка. Ну, все тут. Вот такое мое мнение. При просмотре этого хорошего и ненужного, бестолкового фильма. Ни один человек лучше не станет от него. Нет, что оно есть, что нет. Задуматься. Не он не задумается, никто. А что там задумывается-то? Ну, не было. Росписи закрасили. Теперь отдирают. Теперь деньги-то есть. Отпускают-то миллиарды. Какой монастырь, когда полы делают с подогревом теплые? Монахи не это искали. Они замерзали там и крышу убирали. Беспокровное житие, как у Симеона Столпника и Даниила. А сегодня-то это во всем потворствует. Обличительного голоса нету. Тогда хоть юродивые были. Может, где-то мамоном хотя бы там прокукарекал. Но его нету. Петя-то, Петушок, Петр. В фильме-то остров, он там кукарекает с этими, с бесноватой, перекликается. Или в это, возьмите, священником-то поставили бритых. Так как его фамилия-то? Ахлобыстин? Ну вот он. Юродивых там играет, бесноватых. Священником поставили. Какой же он священник-то? Федора теперь этого Конюхова. Вот он, третье кругосветное путешествие. Кому? Медузам? Да, крепкий, да, хороший. И показывает, как он вокруг земного шара летит на этом, на шаре. Вокруг земного шара, на воздушном шаре. Сколько там людей задействовано, станции. На какой высоте, какой ветер. Его понесло мимо Австралии. А они ему сказали, на километр 300 метров ниже опустись. Ветер в другом направлении идет со скоростью 300 километров в час. Это ураган. А он там, как безвоздушно, его сразу донесло. Туда ему опять говорят, поднимись. И прямо пониже и сядешь. Сейчас слои-то там, мы их не видим, которые не видим. И выше облаков-то идут-то. И он туда поднялся, его везде. Ему передавали. Он ничего там особого-то не сделал. Ну, конечно. Понятно, надо с чем быть священником-то. Кого он там обратит? И притом стал священником, теперь ездит. Другое дело, священник пошел на завод работать. Ну, кого там, когда он ни одного человека не встречает? Он знает там навигацию, по звездам определяет. Но ему это и не надо, если бы он сидел дома. Ну, все, эта игра идет. Ну, это я уже не про фильм говорю, а просто так. То, что я вижу, я всегда об этом размышляю. Размышляю и прихожу к выводу. Я пришел к выводу, даже к такому, что хорошо, что Рождество и Крещение у Сибири в такое время зимнее, когда ночь длинная. То есть, звезду можно раньше увидеть, чем летом. На два сочельника-то. А то летом бы на три часа позже было. А зимой-то оно прям... Смотрю, что в шесть часов мы уже за столом сидим. Как мусульмане. А, говорит, а если живешь дома? Ну, как у мусульман есть там, когда шторки открыты, и ты не можешь белую нитку от черной отличить, это уже все тогда. Ну, одних тут были. Они, говорит, а мы вчера, говорит, с балкона смотрели, звезду увидели. Поели, поужинали, потом вышли, а звезда на месте стоит. Оказалось, там на кране, говорит, огонек там, его не видать кран-то. Мы православные. Нас так просто, говорит, не возьмешь, как этим передали. Говорит, а у вас правда, что по дорогам, по вашим, медведи ходят по улицам? Он говорит, неправда. А почему? Да какие вы видели у нас на дороге? Их и нету. Никто не ходит. Понятно, Гадь Тихонович. Благодарю вас. Ну, тогда об этом, конечно, нужно поразмышлять. Тогда, если позволить, еще один вопрос. Он не относится к фильму. Но пока вы отвечали и привели в пример, такое воображаемое, как если бы воскресение человека. Буквально, по-моему, на прошлой неделе близкий брат, он говорил, говорит, вот такой вопрос, я говорю, ну напиши, Игнать Тихонович. Я вот не знаю, написал он вам или нет, но я бы хотел узнать, потому что я и размышлял об этом. Вот, может быть, все-таки вы... Ну, вопрос, в общем, такой. Когда Господь воскрес, говорится, что гробы открыты, и другие люди иные воскресли. Вот, где-то, может, в житиях об этом сказано, либо вот они воскресли, а потом они же все равно умерли. То есть вот этот вот эпизод, вот как-то вот его истолковали себе... Этот эпизод очень просто разбирается. Как Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, а то мы не рассуждаем. А, понятно. Они явились и сказали, Он, Христос, воскрес, нас вывел. И опять они умерли, и все. Как они умерли? Может, в гробы восставили вошли, тогда они в землю закапывали-то. Больше мы сказать ничего не можем. Точно, что они воскресли и вошли в Святой Град, в один город, Иерусалим. Понятно. Больше ни слова. И не надо нам колобродить. Все. Вопрос, понятие, ответ понятен. Ну, конечно. Но можно многое сказать, и не будет соответствовать действительности, и не доказуемое. Раз нет Библии, о том даже не рассуждаемо. Зачем грешить? Да. Вот я даже вопрос такой задаю. А скажите, вот грех против Духа Святого не простится ни в 7 веке, ни в будущем. Почему? Ну, некоторые знают, знают только о счастье. Вот чтобы полно, широко раскрыть, я не знаю, вообще святые объясняли это или не объясняли. Я не нашел нигде. Почему? Ну, в первую очередь, Христа знали с Его немощем. Если мы знали Христа по плоти, то ныне не знаем. Апостол Павел говорит, то, который плакал Христос, утомился, жажду, есть хотел. Христос сегодня не такой. У Него этих качеств нет. То есть, Он теперь перешел в иное состояние. Эти, которые считают Библию, они знают, что это именно так. А поэтому, вот сказать, а почему против Духа нет? Я размышлял об этом. А как размышлял? У меня почему-то размышления частями проходят на молитве. Я молюсь, никакого экстаза, ничего не слышу, а просто размышляю. У меня мышление категориями священного Писания. Раз, всё Писание Бога духовновенно, и писали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. А, значит, вся Библия Духа Святого. Значит, погрешая против Духа Святого, это и против Библии. Автор её – Бог. Он двигал ими, движимые Духом Святым. Теперь понятно, куда идёт. А дальше, когда напоминает о вечности, люди, да пошёл ты. Он говорит, что Дух Святой придёт и напомнит. О суде? О правде? Прямо перечисляет, что. А какой суд? Что страшный суд будет? И суд этот будет неподкупный, никакие взятки там не берут и прочее. Дух Святой напомнит. Когда сегодня говоришь, памяти нет. Почему? Я задаю простой вопрос. Почему у тебя памяти нет? А самая большая дыра в мозгах проедается блудом. Если человек где-то блудил. Блудник-скудовумен. Всё сказано этим. Всё. Кто сказал, кто... Ну, Пимен Великий сказал. Ну, что тебе это даст? Но, однако, так. Я когда вижу люди беспамятные, я понимаю, там, наркотики, особенно игры, вот сейчас компьютерные, особая болезнь выделена в Америке уже, компьютерная зависимость. И она очень опасна, опасна наркотикам. Я их перестал таких ребятишек брать даже в лагерь последние годы. Они ничего не понимают, не видят. Он там, он сидит в мониторе. Вот так. Ну, ещё больше сказать-то. Там знаем, а тут не знаем. На незнание точка поставлена. Зайдут вопросы. Иногда интересуются. Я говорю, этого нет Писания. Зачем тебе? А когда это появилось? Вот когда это появилось? Ну, допустим, ты узнал, когда появился пост такой-то. Что тебе это дало? Ты его не исполняешь. Он есть, и бери его, и что тебе дают? А остальные-то вопросы, они... Я вот и долго хотел, искал третью езды, как толкует. А когда нашёл толкование-то у Лопухина, оказывается, всё в прошлом. Меня интереса никакого нет. А зачем мне прошлое? Меня интересуются настоящее и будущее. Как? И вот хулана Духа Святого – это, значит, напоминание, обличение. И Господь говорит, вложу мои слова. То есть Дух Святой наполнит вас. Дух Святой скажет в то время, что говорит. Это против проповеди, против священного Писания. А против, значит, ты не сказал, закрыли уста, люди погибли, и поэтому не простится этот грех. А про Христа, когда Он был на земле, кто гнали, не принимали, били, это простится. Потому что трудно поверить, что в обыкновенном гости за столом у меня сидит Бог Вселенной. И я от еврейки одной ответил, я говорю, я бы его не принял, не посчитал за такого. А как Мессию, я бы принял его. Ну, вот это, кажется, ничего тут особенного и нету. Но почему против Духа Святого? А потому что мы окружены этим. И говорит, когда просите, дальше просите. А там речь идет о хлебе, о еде, об одежде. А говорит, и Бог даст Духа Святого. Так просил хлеба, Духа Святого, оттуда все идет. Вот. Почему Лука об этом так говорит подробно? А потому что все это от Духа Святого. Это утешитель. Он придет и напомнит. Напомнит. А как напомнит, если памяти нету? А разбудит. Вот тут у меня один ролик рядом был. Сегодня я его выстоял, кажется. Вчера пришел. Ну да, вчера. Человек один. Что Бог исцеляет всех. С чего вы взяли-то? Откуда это известно? Неоткуда. Ну, а после молитвы, ну, я сказал, что если человек грешил когда-то, он уверует, то последствия болезни-то никуда не деваются. Это уж редко когда так. Ну, если сгнили легкие. Ну, курил, пил, сыроз печени. Он так остается. Ты только уверовал. Уверовал-то мы, тебе жить осталось три месяца. Ты три месяца проживешь, все равно умрешь. Бог не обещал, что ты вот в воду обкупнулся, вышел, и все болячки сошлись, рано зарубцевались. Ничего подобного нету. А он на меня обиделся, но и ушел. Это сегодня я ролик поставил. Из Молдавии один. Да еще это реанкарнация, все путается. А один раз живем. Единожды в мир пришли, а один раз умирать. И во второй раз явятся из-за спасения ожидающих его. Все у меня. Ну, вот был рядом, допустим, говорят, он духовник у Путина, Шевкунов-то. Даже в книге-то он, нигде Слово Божие-то как будто его не было. Люди-то не ко мне пришли к Богу. Так откройте ему дорогу-то. Выступают, гляжу, там священники какие, ну, известные, там, Ткачев, проще. Говорит, говорит, говорит. Человек вышел, не знает, о чем говорил, как Горбачев. Три часа же он на лист, говорит, ездил с ним, говорит, и написать еще не могу, о чем говорил. Ты вмонтируй ему одно. Все в мире тленно. И покажи эту суету, бренность всего, видимое временное, а не видимое вечное. Запомни эту фразу. Ты видишь, что вот это, это все уйдет. И кому все то достанется, безумный, в эту ночь душу возьмут. Он не думал умирать? Он не думал. И вот это нужно было бы сказать и президенту, и всем. Приготовься к смерти, Володя. Потому что надо приготовиться. Важнее этого ничего нет. Главная мысль – спасти свою душу. А это Господь позволил. Писание так говорит. Каждый даст за себя отчет. Ты сегодня, я говорю, что тот не досмотрел, этот там вовремя не подвез. А тут только ты будешь отвечать за себя. Они за себя ответят. Писание дайте людям. Слово Божие, что Дух Святой изрек. И тогда люди будут знать. Да еще помолись, да другой раз покажу. Вот у меня материал, я вам скидывал или нет? Пособие по изучению Евангелия от Марка. В третьем томе. Как образовать общины. Вот это все. Начинай с нуля. Так, все на этом у нас. Все, Игорь Тихонович. Спаси Христов. Благодарю Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Божию. Слава Христа. Слава Христа.